Будьте осторожны и уважайте друг друга. С таким посылом сотрудники ГИБДД и общественники обратились к участникам дорожного движения. В Засвиярском районе Ульяновска прошло профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Ставшая уже традиционной профилактическая акция «Пешеходный переход» на этот раз проходила на улице Камышинской. Переход рядом с 51-м домом в зоне особого внимания. Рядом две школы, детские сады, поликлиника. У нас сегодня проходит профилактическая акция «Пешеходный переход». Он упоминает «Пешеходы», а правило «Пешеходный переход». Вместе с полицейскими в акции приняли участие представители Дирекции безопасности дорожного движения. Участники беседовали с водителями и вручили им памятки ОПДД. Автолюбители к профилактической лекции отнеслись позитивно и с пониманием. Стараюсь всегда быть внимательным в пешеходном переходе, потому что время года такое. Зима очень незаметная. Будьте всегда бдительнее. Лучше быть осторожным, чем потом каяться. Соблюдать правила дорожного движения нужно как водителям, как и пешеходам. Особенно это касается в темное время суда. Когда машин много, переходы есть не всегда освещенные, надо быть осторожным водителем в этих местах. С пешеходами тоже провели беседу, а вместе с памяткой вручили и световозвращатели, чтобы они были заметнее. Хожу ровно по переходу, туда и обратно. Ну у меня вот такого значка нету, но теперь я буду пользоваться. Будьте внимательны и осторожны переходить только по пешеходному переходу. И по традиции сотрудники вновь обратились ко всем пешеходам региона. Ведь по печальной статистике в этом году в 78 ДТП пострадал 81 пешеход. Из них 10 человек погибли. Уважаемые пешеходы, призываем вас во избежание трагедии переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости использовать одежду со световозвращающими элементами. Ну а к водителям у сотрудников ГИБДД просьба одна. Быть внимательными и осторожными. И не забывать, что автомобиль это средство повышенной опасности. Мария Пугачева, Вести, Ульяновск.